Привет, народ! Мы недавно вернулись с болота Аршинский мох. Очередная поездка была, я не знаю, была уже эта серия или нет, где нашли новый самолет. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Залечиваем раны на нашем вездеходе. Мы разбили стекло, мы оторвали крыло, мы задрали резинки все, но ломились через лес. Хорошо, ломились. Дело не в этом. Мы хотим вам рассказать одну интересную новость. Наконец-то время настало. Начиная с вездеход Трофи 2018, который проходил близ Малокс, и нам была установлена экспериментальная трансмиссия на вездеход. Трансмиссию изготовил Жуков Гараж, и мы ее все это время обкатывали. За время обкатки, за время испытаний, трансмиссия себя показала с наилучшей стороны. Ребят, мы ни разу не смазывали цепь короткую. У нас нет такого понятия, как смазать короткую цепь. Мы уже забыли, что это такое. Час, пока ездили на Аршинский МОК, с нами было еще два вездехода обычных, без доработанной трансмиссии. Два Шерпа. И вот они цепь мазали. Бывало даже забывали. Каждый владелец вездехода Шерп знает, что такое забыть смазать цепь. Это перегрев цепи, ее разрыв и, как бы, замена. Сейчас, вот с нынешней трансмиссией у нас в вездеходе, вездеход стал гораздо дружелюбнее. Гораздо дружелюбнее к водителю. На ней не надо отслеживать моточасы для того, чтобы что-то смазать. Цепь плавает в масляной ванне. Полностью герметичная масляная ванна. Через сальники выходят валы. Масло там где-то около трех литров. То есть цепь постоянно охлаждается, постоянно на цепи хорошо. Цепь нет необходимости смазывать больше и нет необходимости ее подтягивать. Будет ходить и ходить. Мы ее вот за время наших испытаний, а это уже где-то два месяца мы активно пользуем, катаем, не подтягивали ни разу. За время испытаний проходило две ревизии и обе показали, что цепь не только не износилась или не вытянулась, но на звездочках вот этот вот след от плазмореза даже он не вытерся, не отшлифовался, не задрался там. То есть нахождение механизмов постоянной смазки, ну вы прекрасно знаете, сколько работает цепь ГРМ в двигателе. Собственно, вот такой же принцип. Да и потом сама цепь, она стала несколько другая. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая, ребят, цепь у нас стоит на ведущих звездах. Вот такая вот трехрядка, которая еще и плавает в масляной ванне. Так что я думаю, сносу ей точно не будет. Достаточно длительное время. Мы будем ее использовать на износ, докатаем, наверное, до того, чтобы пока она у нас не оторвется. Но я думаю, это надо будет долго ездить. Но многие сейчас скажут, вы усилили цепь, знаешь, где-то рванет в другом месте. Да, есть валик, выходящий из коробки, который раньше мог при каких-то сверхнагрузках или резких ударах сломаться. Но он сейчас тоже усилен. Он практически вдвое больше по диаметру стал. Это тоже доработка жуков гаража. Так же, как и доработанная коробка. Коробка тросовая у нас стоит сейчас. Также в доработках это предохранительная муфта, которая будет стоять на валу и будет предохранять саму коробку от каких-то сильных ударов или каких-то сверхударов трансмиссии. В общем, вот такие новости у нас от жуков гараж. И вы уже можете сейчас позвонить по телефону, который видно на экране, поинтересоваться, что это за комплект, сколько он стоит, как работает и когда можно приехать записаться на замену вашей трансмиссии, вернее, доработку. Можно заменить, а можно просто доработать вашу трансмиссию. Единственное, если у вас стоит уже тросовая коробка. Если не стоит, то тогда надо будет приобретать тросовую коробку. В общем, встать в очередь, потому что спрос на это дело будет. Потому как все практически машины, которые выпущены до нашего времени, им желательно иметь такую доработку для того, чтобы быть более дружелюбными к своим хозяевам. А сейчас Мишка для механиков специально выйдет и расскажет, что же там было сделано. Для механиков был сделан большой диаметр вал, большой хороший цепь, большой железный корпус. Мощный мотор не ломает, теперь валик. Очень хорошо, очень здорово. Я хочу смотреть, где там втекает масло. Ой, масло у нас нигде больше не втекает. Я больше не вожу цепь. О, как очень здорово, мне хорошо. Ну вот вам, в принципе, это уже для механиков было. Для механиков. Я-то рассказывал просто для пользователей, ребят. А это был рассказ для механиков. Он был насыщен техническими терминами, подробностями, диаметрами, прочностями, углами и прочими вещами, вязкостью. Ну, все вот это было рассказано для уже владельцев вездеходов Шерп. А для тех, кто еще только думает, какой ему вездеход приобрести, думает, что ему нужно, а может быть и не нужно, какие допы, когда приобретешь вездеход, ставить жука в гараже или что не ставить. В общем, если у вас, ребят, есть любые вопросы, мы вам в этом поможем. Телефон WhatsApp опять сейчас на экране. Телефон также есть в описании. Мы сейчас проводим налевые базовые ознакомительные курсы вездеходного вождения. Где вы сможете ознакомиться с каждым вездеходом, попробовать тот, этот вездеход. В данный момент у нас вот прямо сейчас есть вездеход Шерп, на который вы можете приехать и попробовать пройти ознакомительный маршрут. Данная услуга платная, но те деньги, которые вы оплачиваете за ознакомительный курс вездеходного вождения, вам будут возвращены при покупке любого из представленных у нас вездеходов или наших партнеров. Так что, нечего терять. И, кстати, небольшой бонус на каждом ознакомительном курсе. Это что-нибудь вкусненькое на гриле-огриле. В общем, думайте, решайте. Если вам надо, ребят, мы не продаем вездеходы с проспектов. Мы на них ездим, мы в них живем и мы знаем то, о чем говорим. И мы вам не продадим, а бы продать. Мы продадим вам именно то, что нужно именно вам. Пока.